Сегодня Бундестаг принял один из самых спорных законов этого законодательного периода – ГИБОИДЕ ЭНЕРГИЙ ГИЗЭЦ, то есть закон об отоплении. Из-за него много ссорились внутри коалиции, а оппозиция даже подавала иск в Конституционный суд. Этот закон предписывает постепенную замену мазутных и газовых систем отопления на более экологически чистые, например, на тепловые насосы. Владельцы домов боялись, что их обяжут менять их прекрасная работающая система отопления, а это дополнительные расходы в несколько десятков тысяч евро. То есть многие просто-напросто не смогут это себе позволить, им придется брать кредиты, а под них в худшем случае закладывать дом. Это самый кошмарный сценарий, который рисовали противники закона. Обратите внимание, что мы будем помогать с финансированием. Не 15 тысяч евро, а 30 тысяч евро. Это только на замену системы отопления. Дотацию можно комбинировать с другими финансовыми мерами и получить до 90 тысяч евро. 75% обеспокоены тем, что замена отопительных систем может лечь на них непосильным бременем. Видимо, вы, господин Хаббек, не читали ваш собственный документ о программах субсидирования, который был распространен сегодня. Максимальная сумма дотации — 30 тысяч евро. Большинство получит 30-50% от этого, некоторые чуть больше. Это означает, что подавляющее большинство получит максимум 15 тысяч при затратах в 30, 40, 50, 100 тысяч евро. Только что вы сказали, что люди счастливы. Я не знаю, с жителями какой страны вы говорите. Я сталкиваюсь с пенсионерами, у которых слезы на глазах, потому что они не знают, как будут за все это платить. В каком мире вы вообще живете? Людям, которые обеспокоены, надо относиться очень-очень серьезно. С моей точки зрения, нет ничего негативного в этой дискуссии. Но нельзя допускать, чтобы люди обманывали себя, говоря, мы поставили цели, но ничего не будем делать для того, чтобы эти цели были достигнуты. В итоге принятый закон не такой строгий, как планировалось. С января 2024 года впервые устанавливаемые системы отопления должны работать на возобновляемых источниках энергии не менее чем на 65%. Но на первом этапе, то есть до 2045 года, это правило будет касаться только новых домов в районах, которые застраивают новостройками. Уже установленные системы отопления смогут работать и дальше, и в случае поломки их можно будет ремонтировать. Но оппозицию это не удовлетворило. Федеральный Конституционный суд в своем решении наложил на вас обязательства. Обязательства не просто принять этот закон, а провести дополнительные обсуждения. А вы что сделали? Ни одной минуты консультаций, ни одного слушания экспертов. Вы даже отказали нам в просьбе провести дополнительные консультации по закону об отоплении. Это не только неуважение к парламенту и Конституционному суду. Это прежде всего неуважение ко всем гражданам, которые имеют право на надлежащее обсуждение.